Яна жила на рубеже старого и нового заповеда, и ее призначение было вызначено еще до народжения. Повод для падания батьками Мары были праведные Яким и Ганна. До этих годах великим смутком была отсутность детей. Пеша и одина и дитя Господь послал им только у глубокой старости. Народженная девчинка и была, будучи святой. Испокон веков в этот праздник, естественно, каждый православный христианин уготавливал свою душу покаянием к тому, чтобы в последующем причаститься к святых христовых тайн, что сегодня в храме многие это и делали. То есть нужно было несколько дней попаститься, специально подготовиться для того, чтобы сегодня принять в себя Христа на причастие. Обдарование дашки, яким у Иганна ввести у анел, он же захадал назвать девчинку Марии. До наших ден эту историю донесло Святое Писание. Сегодня же рожаство Богородицы для верников – это символ надеи, из какой батьки Марии молились об народжении дашки. Меня зовут Наташа, это мой сын Андрей. Мы иногда приходим в храм. И сегодня мы пришли отдать дань этому празднику. И, наверное, хотели, чтобы Богоматерь помогла нам вырастить Андрея, ну, не такого, как ее сын, ну, как бы мы не сможем настолько приблизиться, ну, достойным хотя бы человеком. У меня есть еще дочка, которая ходит в воскресную школу в этой церкви. И надеюсь, что сын тоже будет ходить. Вау Сходних Славян у гэтый день Богородицы дякують за новый ураджай. Личится, что и она дает добробытая, ховая, семейная счастье. Ганна Ковалева, Валера Игапанько, Телерадиокомпания Гомель.